Как чулийцы добывают воду из воздуха и почему прямо в центре Парижа из реки выбросился огромный кит? Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. В США полицейский пытался подстроить преступление, но сам себя сдал. Нагрудная камера на костюме Ричарда Пинейра зафиксировала, как он подкинул пакет кокаина в один из городских переулков, а потом якобы обнаружил его в том же месте. Публикация ролика позволила закрыть уголовное дело против мужчины, которого обвиняли в реализации наркотиков. Интересно, что камеру Пинейра включил сам, но не учел одну особенность устройства. Оно начинает запись на 30 секунд раньше. Как добывать питьевую воду прямо из воздуха придумали в Чили. Специальный аппарат для этого сконструировали жители отдаленного поселка, где нет системы водоснабжения. Устройство собирает туман и потом извлекает из него жидкость. В машину также встроен очистной фильтр, чтобы без опасений пить воду сразу после ее получения. В южнокорейском городке Порион начался фестиваль грязи. На центральный пляж свозят сотни тонн глины. Местные жители и туристы, обмазанные грязью, охотно принимают участие в забегах, танцах и катаются на грязевых горках. Есть развлечения и поспокойнее. Например, массажи или конкурсы скульптур из глины. Фестиваль изначально проводили для любителей натуральной косметики, но желающих поразвлечься оказалось намного больше. Сейчас он самый популярный среди туристов в Южной Корее. В Китае конкурс купальников для пожилых. 400 моделей старше 55 не побоялись показать большие тела и предстать перед жюри. Их оценивали по умению презентовать себя, улыбаться и даже правильно жестикулировать. Организаторы говорят, хотят привить обществу позитивное отношение к старости. Награды получили более сотни участников. Самому старшему участнику 78. 17-метровый кит выбросился на берег Сены прямо в центре Парижа. Это успело напугать многих горожан, пока им не сказали, что это просто перформанс. С помощью такого представления защитники животных хотели привлечь внимание людей к эко-проблеме. И, судя по всему, им это удалось. Многие даже не поняли, что на берегу просто муляж. Робот-змея в помощь спасателям. Такое изобретение придумали инженеры Стэнфордского университета. Конструкция представляет собой прозрачный шланг, который увеличивается в одном направлении при помощи сжатого воздуха. Уникальность изобретения в том, что такой робот практически не видит препятствий на своем пути и может пробираться в самые отдаленные и узкие места.